äus び мы находимся в райском саду как пророк назвал эти майлесы райским садом из-за этого 不得alı собрал Моя тема, она тоже Один из важных, из важнейших тем Конечно же, воспитания Воспитания детей Потому что мы видим на сегодняшний день Очень много преступлений Очень много различных недопониманий Среди людей происходит Почему? Потому что в свое время родители Своим детям правильное воспитание не дают Не дают, потому что Если взять 20-летнего человека Который совершает какие-либо преступления Если 10-20 лет назад Родители, если ему правильное воспитание дали бы То это всего не совершил бы Из-за этого надо очень большое Обращать внимание на это, на воспитание детей Аллаху Таалу в Коране тоже нам Повелевает Я июха ладзина аману Гу анфусакум ахлийкум нара Аллаху Таалу повелевает нам всем О те, которые уверовавшие мои рабы Аллаху Таалу ко всем к нам обращаются О мои му'мины Вы сохраните себя, защитите себя от ада И ваших детей, и ваши семьи, и ваши жены Сохраните от адского огня Аллаху Таалу нам повелевает А сохранять как мы можем? Сохранять мы можем, когда мы То, что Аллаху Таалу повелел Если будем совершать То, что Аллаху Таалу запретил Если будем осторгаться Вот так мы будем себя сохранять Когда своих детей будем обучать к этому Когда своих детей будем воспитывать В исламском духе Чтобы они подчинялись Аллаху, чтобы они сохранялись от грехов. Вот так мы их тоже сохраняем от адского огня. Пророк, саллиллаху алейкум, говорит, из обязанностей родителей по отношению к детям есть три вещи. Когда ребенок рождается, дать ему красивое исламское имя. Второе, дать ему воспитание, обучить его Гурану. То есть тоже обязанность родителей научить ребенка Гурану, дать ему воспитание, тоже является обязанностей. И третье, когда время приходит, женить его. Эти три вещи обязанности родителям. А те, кто не может, например, научить его Гурану, те, кто не может дать им исламское воспитание, то должны отправлять такие места, где их к этому будут обучать. Вот также один случай был во время второго халифа Умара им. Хаттаба, радуя Аллаху анху. Один отец приходит своим сыном, говорит, да, Амирил Му'минин, о правитель правоверных, действительно мой сын не слушается меня, говорит. Тогда Умар им. Хаттаб удивляется, как же может сын не слушаться своего отца. Да, ведь родители очень большое место занимают в исламе. Как же он может не слушаться и обращаться к этому ребенку, говорит, разве ты не боишься Аллаха? Почему ты не слушаешь своего отца? Ведь перед твоим отцом у тебя такие-то, такие-то есть обязательства. Как ты можешь не слушаться своего отца, говорит. И тогда тот сын, говорит, Амир, я Амир Му'минин, а разве у родителей перед своими детьми нет обязанностей, говорит. Тогда Умар им. Хаттаб, говорит, есть, говорит. Есть три вещи, говорит, когда выбрать ему хорошую мать, правильную мать, когда, да, ищет себе жену, чтобы дальнейшим, когда он будет матерью для своих детей, выбрать хорошую жену. Второе, говорит, когда он рождается, дать ему правильное, хорошее, красивое имя, говорит, исламское имя. Второе, говорит. И третье, обучить его Гур'ану, дать ему рельм, дать ему правильное воспитание исламское, говорит. Вот три вещи, эти обязательства для родителей перед своими детьми, говорит. И тогда тот сын, говорит, Амир, действительно, он ни одну из них не выполнил, говорит. Действительно, моя мать, говорит, она была рабыней у огнепоклонника, говорит. И он на базаре купил ее за 400 дирхамов, мою мать. И из-за этого мои сверстники, друзья, упрекают меня, да, потому что она была рабыней. И как раз свое имя тоже не дал, говорит. Он меня назвал именем Насекомова, то есть назвал там джуаль. Имя Насекомова, говорит, имя Насекомова. И третий, говорит, он меня Гур'ану тоже ничему не обучил, говорит. Ни одной буквы тоже не научил, говорит. Воспитание тоже ничего не дал, говорит. И действительно, тогда Умар Ивна Хаттаб разозрелся и говорит этому отцу, «Действительно, ты говоришь, что он тебя не слушается, а ты раньше него, ты ослушался Аллаха, ты не выполнил свои обязательства перед ним, уходи и выгнал этого отца. И проси прощения Аллаха, и выгнал этого человека». Видите, когда родители своевременно не дают это воспитание правильное, и когда дети уже вырастают, конечно, они будут ослушаться, конечно, они не будут слушаться их. На это очень большое внимание нужно уделять. Когда ребенок бывает маленький, он бывает как зеркало, да, как чистое зеркало. А если потом он в дальнейшем, когда он слышит, да, что-то плохое, что-то хорошее слышит, это все его сердце загрязняется. Из-за этого надо... С детства же этому его научить нужно. Почему пророк Аллахи Судатусом так же говорит, семи лет обучайте ваших детей к совершению намаза, семи лет, говорит. А когда уже десять лет им исполняется, то вы их наказываете за неисполнение этого намаза. Почему? Почему семи лет? Вот семи лет намаз не обязательно совершать. Почему семи лет, говорит. И так же урозай, и все, другой семи лет обучайте, говорит. Почему? Потому что когда ребенок бывает в маленьком возрасте, он это все принимает. А когда мы оставляем, когда семь лет проходит, десять лет проходит, пятнадцать, двадцать, становится мы, говорит, иди намаз совершай, почему мечеть не ходишь? Конечно, он это все не возьмет. И за это семи лет пророк Аллахи Судатусом говорит, научите своих детей и намазу, и уроза, и ко всему учитесь семи лет. Если он уроза не может держать, просто объясните, хоть он полдня подержит, оставит. Но просто он с каждым годом уже семь, восемь, девять, десять лет, и так до четырнадцати лет он уже приучится к этому. И когда он уже будет старшим, да, когда уже обязательно ему это будет совершать, он это будет выполнять. И за это у нас семи лет, еще раньше тоже нужно, не то, что семи лет, еще пяти, шести, и вообще из трех и четырех надо начинать объяснять все это. Хоть он не понимает, просто надо диктовать, объяснять ему, что это нельзя, что это можно делать. Как пророк, однажды, Хасан, внук пророка Аллахи Судатусом, Хасан им. Али, там была у них куча фиников, которые были принесены в качестве садака. А мы знаем садака, кушать пророку и семейству пророка садака нельзя, не позволялось. И вот так Хасан маленький, когда он был, он взял один финик и рот поставил. Пророк сразу увидел, подбежал, сразу сказал, выпулен это, и сразу сказал, выпулен сказал. И сказал, действительно, разве ты не знаешь, что финики, что то, что принесено в качестве садака, нам не разрешается кушать. То есть пророк же мог оставить его, да, пусть покушат, он же маленький. Или мог просто сказать, убери и выкинь. Но он сразу подбежал и объяснил ему, что это садака нам не разрешается. Почему? Он маленьком возрасту объяснял, чтобы когда он вырастет, он это и так уже поймет. И вот из-за этого, когда мы что-то обучаемся к детям и намазу, и ко всему другому, не просто сказать, делай намаз, а обучать нужно их. То есть почему нужно совершать намаз? Потому что Аллах обязовал, что Аллах нас видит. Почему нельзя совершать грех? Потому что Аллах запретил, что Аллах нас видит всегда. Вот так объяснять надо детям. Не просто делай или же не делай, а объяснять нужно, именно объяснять. Так же, да, время тоже поджимает, сократим. Так же, Ибн Аббас, радуя Аллаху анхима, говорит, когда муалим своему ученику, муалиму, говорит, скажи, бисмилляхи рахмани рахим, и когда тот муалим говорит, бисмилляхи рахмани рахим, то пишется избавление от ада этому самому ребенку тоже. И этому муалиму, и родителям этого ребенка пишется избавление от ада, говорит, Ибн Аббас, радуя Аллаху анхима. Видите? Если мы сами не можем обучить, ведь столько мест, алхамдуллях, которые нас обучают в правильном пути, надо отправлять. Не просто оставлять, а некоторые бывают, мы боимся там отправлять. Бояться, конечно, не нужно. Если мы будем дома оставлять, если мы без знаний оставляем, то он будет незащищенный. Из-за этого у нас детей отправлять с малых лет, и самим тоже посещать нужно. Брать знания. Знания – это наше оружие. На этом я завершу. Благодарю за тем всем, что мы сегодня узнали. Валхамдулляхи. Раббил аулемин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова